так всем привет меня зовут гальдинер денис и сегодня я бы хотел с вами поговорить о конкуренции под капотом если честно не совсем все дело в том что когда я собирал информацию для этой темы я осознал что для того чтобы раскрыть полностью именно такой топик мне придется отнять у вас по крайней мере пять часов времени что на самом деле не очень позволительная роскошь поэтому я решил зайти немножечко с другой стороны и подумать а что на самом деле вам может пригодиться поэтому мы сегодня поговорим больше практической конкуренции и о той теории которая за ней лежит чтобы вы понимали почему именно так и начала я хочу сказать что я понимаю когда говорю конкуренции в моем представлении эта система составляющая состоящая из трех основных компонент это синхронность достигаемая за счет использования грудинок это синхронизация которая достигается за счет использования short memory подхода message communication подхода а также их комбинаций и это планирование выполнения у нас работает за счет скетулера теперь когда мы с этим вопросом разобрались давайте поговорим о том какие у меня вопросы возникали просто в течение работы с конкуренции первое это действительно ли синг-мьютикс абсолютно безопасен далее мы поговорим о том чего нам стоит подход short memory далее рассмотрим секреты не у каналов поговорим о том действительно ли каналы абсолютно безопасны рассмотрим вопрос того как планируется выполнение назвал попробуем научиться управлять конкуренции а также попробуем ответить на то сколько грутин вам нужно для своего приложения итак начинаем мы с того действительно ли безопасен mutex я предлагаю вам рассмотреть вот такую вот небольшую программку что здесь происходит мы создаем контекст передаем ее в две функции далее немножечко магии синхронизации внутри первой функции все что мы делаем по сути это непрерывно вызываем метод r у контекста во второй функции мы по сути создаем эталонный контекст и непрерывно сверяем с ним через reflect equal наверное у вас уже возник вопрос причем тут mutex мы работаем с контекстами с эвектами а все дело в том что если мы запустим этот код то у нас возникнет дата рейс причем самое интересное что возникнет он именно на mutex на попытке сделать ему лог как же такое возможно давайте с этим разбираться так выглядит структура контекста на самом деле и в ней есть mutex что на самом деле довольно ожидаемо ведь мы хотим работать с контекстом потока безопасно из многих грутин а вот метод error и он для начала у нас устанавливает лог вычитывает значение ошибки и делает анлок все дело в том что mutex это тоже переменная атомарная это семафор который у нас имеет два значения он либо блок либо анлок соответственно метод lock и анлок они производят операцию записи а когда мы делаем reflect deep equal мы соответственно производим операцию чтения откуда и возникает у нас data race на самом mutex и честно говоря здесь вывод скорее будьте аккуратны с рефлектом но здесь надо учитывать что например мой конкретно случай возник при использовании библиотеки гол мог которая в свою очередь уже под капотом использует reflect поэтому будьте готовы к тому что если у вас идут сравнения таким образом у вас могут возникать проблемы даже смеют к себе следующий вопрос на который мы постараемся сейчас ответить это чего нам на самом деле стоит подход shared memory все дело в том что одна из наиболее дорогостоящих операций это операция работы с памятью для того чтобы этот процесс ускорить в современных процессорах есть немного уровневый кэш в нашем примере мы рассматриваем процессор i7 и в нем у нас есть например l2 кэш соответственно это копия определенной памяти для каждого труда создается своя но тут есть особенность дело в том что если мы модифицируем данные то соответственно нам нужно проинвалидировать весь кэш на других трэдах и перегенерировать его то и вызывает дополнительные накладные расходы в случае если мы модифицируем данные теперь давайте рассмотрим практическую ситуацию вот у нас есть слайс и мы под каждый элемент слайса создаем грутинку в которой мы работаем с одним единственным элементом но соответствующим для этой грутины то есть каждая грутина работает со своей с одной стороны проблем мы тут не видим однако все дело в том что рей на самом деле у нас это одна ячейка памяти соответственно когда мы меняем один элемент у нас автоматически инвалидируется кэш для других трэдов что снижает производительность нашу программу причем делает это крайне неочевидным образом потому что это происходит по сути на уровне уже операционной системы ядра процессора аналогичная ситуация на самом деле возможной с мапой вот пример где мы написали мапу и защитили ее с помощью read write mutex а мы предоставили один метод который имеет по сути проверять если у нас соответствующий ключ внутри нашей мапы если мы посмотрим на имплементацию мы увидим что мы использовали и аналогичным образом с слайсами у нас каждая гуртинка использует этот метод но тут есть коварный подвох все дело в том что когда мы пытаемся сделать резать неют уксу рид лог то у него под капотом есть каунтер и соответственно каждый каждая гуртина приходя на этот на эту стадию и пытаясь поставить рид лог должна автоматически инвалидировать весь кэш у других трудов сделать инкремент и только после этого можно у этой гуртины у этого 3 да прошу причине взять текущее значение каунтера соответственно у нас появляется зависимость от количества потоков хотя при этом мапа должна по идее гарантировать нам константное время доступа к данным чего она у нас больше не делает и когда эту ситуацию на нее обратили внимание в куртиме то возникла необходимость для определенных случаев решить задачу константного доступа к памяти соответственно возникло решение в виде синкмапы однако даже из этого графика вам уже должно быть понятно что это довольно специфичное решение она работает только для определенного случая при этом даже для этого определенного случая его эффективность возникает только при определенном довольно большом значении количества ядер таким образом это решение которое нацелено на то чтобы работать со стабильными ключами которые редко пишутся но часто читают такие как например определенные кэш и более того там даже есть особое ограничение, что его желательно использовать с ключами, которые подвязываются под определенные триды. То есть это очень специфичное решение, которое вам стоит использовать только в том случае, если вы действительно на 100% уверены, что это ваш случай. Во всех остальных ситуациях используйте обычную мапу. Однако, если это SyncMap не решает нашу проблему, то как избежать фолшаринга? На мой взгляд, разумным ответом будет использовать Message Communication. Каналы при передаче значений производят их копирование. Соответственно, вы работаете с разными элементами и у вас нет проблемы с использованием одной и той же памяти. Вот так мог бы выглядеть пример кода первый со слайсами, только уже на подходе Shared Memory. Вместо того, чтобы писать сразу в слайс внутри грутинок, мы шлем апдейты внутрь канала. И уже в синхронном коде, в одной грутинке мы работаем со слайсом. Таким образом, он у нас не шарится между всеми потоками, а работаем мы с ним только в одном. Я думаю, все вы знаете о том, что канал по умолчанию имеет значение new. Однако, можно ли это как-то использовать? Давайте рассмотрим такой пример. Здесь мы создаем два канала и передаем их в функцию fanIn. При этом первый канал мы закрываем сразу, а второй только через секунду. Давайте посмотрим, как имплементирована функция fanIn. Самое главное, что здесь надо заметить, это у нас есть два кейса. Соответственно, под первый и второй каналы. Оба работают аналогичным образом. Если канал закрыт, то мы сетаем значение булевые переменные в true. И мы всегда, когда у нас отрабатывает кейс, выводим номер этого кейса в output. Из цикла мы выходим в тот момент, когда у нас обе булевые переменные true, то есть когда у нас закрыты два канала. Запустим этот код и увидим, что у нас очень часто выводится кейс 1, что немножечко не совпадает с тем, что мы ожидали. А все дело в том, что мы не учли особенность канала. Когда он закрывается, он начинает непрерывно слать дефолтные значения в канал. А select, в свою очередь, выбирает любой кейс, который готов быть выполнен, и в результате мы получаем такую ситуацию, что у нас процессор выполняет очень много лишней работы. Давайте попробуем решить эту проблему за счет того, чтобы использовать другую особенность канала. В случае, если канал нил, то операции чтения и записи на нем будут блокироваться навсегда. И select, в свою очередь, учитывает такое поведение. Соответственно, если канал является нил каналом, то он его просто выключает из того, чтобы учитывать в кейсах. То есть просто выключает этот кейс. И в результате выполнения уже такого кода мы получим всего лишь две записи, что соответствует с ожидаемым результатом. Поэтому старайтесь использовать нил каналы для того, чтобы оптимизировать расход вашего ЦПУ. Я тут хвалил каналы, но действительно ли они безопасны? Нет, они не безопасны. На самом деле, вот в такой коротенькой программке вы можете получить дата рейс просто на переменной канала. В одной грутинке мы блокируемся на попытке вычитать из канала, а в другой грутинке мы устанавливаем его значение в нил. Однако, интересно тут другое. Если мы явно передадим канал через параметры, то дата рейса уже не будет. И вот для того, чтобы разобраться, я решил попробовать передать явно еще и через заказатель. И теперь у нас снова есть дата рейс. Все усугубляется в тот момент, когда мы смотрим на структуру канала и видим, что, например, поле closed не является поинтером. Но все мы знаем, что если мы закрываем канал, то он закрывается везде. Так как же это все-таки работает? Ответ кроется в том, как работает у нас метод make. Когда мы добавляем make для канала, слайса или мапы, на самом деле под капотом вызываются вот такие вот методы, которые, в свою очередь, возвращают указатели. Соответственно, когда мы делаем make-chan, мы в действительности работаем с неявным указателем на канал. и если мы посмотрим на вот такой пример, то становится ясно, что когда мы устанавливаем канал в NIL, на самом деле мы обнуляем только указатель на канал, его копию. Означает, что в тех местах, где у нас копия адреса все еще валидна, мы работаем по-старому с каналом. А там, где мы его заняли, мы сделали это локально. Я все это рассказывал к тому, чтобы вы это учитывали, когда работаете с select'ом и с той фичей, о которой я вам рассказал, что можно ссоциировать канал в NIL. Соответственно, если вы работаете через переданный канал явным образом, то вы будете устанавливать в NIL только лишь ту переменную, которая у вас находится в этой функции. Также грустным будет узнать, что на самом деле на канале точно так же можно получить data-race с данными или же получить проблему с shared memory, потому что вы можете создать канал указателей. Соответственно, вы получите все эти прелести и проблемы, которые вы получили, если бы просто работали с шареной памятью. Только у вас будет еще и намного сложнее код. Поэтому всегда будьте очень бдительны с указателями. Мы наконец-то дошли до самой теоретической части моего доклада. Как у нас планируется выполнение в ГУ? Для начала давайте поговорим вообще о том, какие этапы нам нужно преодолеть для того, чтобы получить параллельность какую-то в нашем коде. Для начала у нас должен быть многоядерный процессор. Далее у нас поверх него должна работать операционная система, которая также поддерживает многозадачность. У нее, в свою очередь, будет свой скедлер и будут у нее свои переключения контекстов. А также наш софт, который мы пишем, он должен, в свою очередь, тоже поддерживать многопоточность. Я сказал, что есть такая вещь, как execution context. Но давайте разберемся, что это. По сути, execution context из себя представляет набор данных, необходимых для возобновления и выполнения потока после того, как его можно будет взять по новой на тред. И на самом деле это совсем не бесплатная операция, поскольку нужно довольно много информации для того, чтобы можно было продолжить выполнять тред операционной системы. Кроме того, на операционной системе переключения происходят совершенно непредсказуемы для нас, как для пользователей языка и для тех, кто пишет софт, работающий поверх операционной системы, что также добавляет нам сложностей. Давайте поставим в некотором смысле математическую задачу. Мы бы хотели максимизировать время, которое каждое ядро процессора работает над полезными вычислениями. Также мы бы хотели, чтобы как можно больше ядер процессора одновременно выполняли полезную работу. в этот самый момент мы хотим, чтобы у нас как можно меньше было задержек на ожидании, на блокировках и так далее. И мы хотим, чтобы у нас снизилась нагрузка и потребляемые ресурсы у процесса переключения контекста. Все эти пункты приводят нас к одному общему выводу. Нам нужен свой скеттлер. Давайте рассмотрим ту модель скеттлеринга, которая у нас есть в Go. Итак, здесь мы видим три основные компоненты, которые используются в нашем языке. G это самые гуртинки, которые вы привыкли видеть и создавать в своих приложениях. P это у нас процесс программный тред. Соответственно, он может за один раз выполнять одну гуртинку, и у него есть локальная очередь гуртин, которую он готов взять себе на выполнение. Он неявно привязан к определенному M, где M у нас представляет из себя тред операционной системы, которая, в свою очередь, будет уже выполняться на каком-то определенном ядре процессора. Итак, что же у нас произойдет в случае, если у нас гуртинка заблокируется, ну, например, на выполнении какого-то C-кода, то есть у нас блокирующий вызов произошел системный. В этом случае она заблокируется за определенным тредом операционной системы, а P попробует себе взять новый M. И если им это удастся, то он возьмет себе в работу следующую гуртинку из своей очереди. После того, как гуртинка G1 доработает, она вернется в локальную очередь того P, на котором она изначально выполнялась, и сможет быть подхвачена P, как только у нее будет свой шанс. А теперь мы дошли наконец-то до того, что из себя представляет параллелизм. По сути, это все то же самое, только больше. У нас не один P, а два и более. У нас несколько M, у нас несколько гуртинок может выполняться в одно и то же время. Также здесь добавилась на слайд глобальная очередь, в которую изначально попадают гутины, и с которыми будут взаимодействовать наши P. Что же произойдет, если у определенного P закончатся гутины на выполнение в своей локальной очереди? На самом деле для поиска работы для P есть целый определенный алгоритм. Один на 61 попытку он будет пытаться достать себе работу из глобальной очереди. В остальных случаях он начнет с того, что посмотрит в свою локальную очередь. Если она пуста, то он постарается украсть половину работы у другого P. Если же и это ему не удается, то он идет в глобальную очередь и берет оттуда. Если нигде работы он не находит, то он впадает в спячку. Если мы рассмотрим наш пример, то в этом случае он сначала попробует забрать и в свою очередь она пустая. Поэтому он попробует украсть половину работы у P2. и он это сделал. Далее прошло некоторое время и у нас закончилась работа в обеих локальных очередях. Поэтому он заберет работу из глобальной очереди и будет выполняться. Как видим, процесс выбора гурутины на обработку происходит очень хаотично и непредсказуемо. Теперь главное, что нам с этой теорией делать? Как мы можем повлиять на процесс конкуренции? Для начала вспомним, что у каналов есть три очереди. Это очередь на запись, очередь на чтение и сам по себе буфер. Все три очереди являются first in, first out очередями. И вы никак не можете это использовать. Потому что, как мы рассмотрели уже ранее, у нас совершенно непредсказуем порядок в том, которым грутины будут становиться в эти очереди. Соответственно, никогда не пытайтесь подвязываться на эти очереди. Вы не можете гарантировать последовательности попадания в них грутины. А вот что работает, так это условия, при которых у нас происходит переключение контекста. Это когда у нас запускается garbage collector. В случае вызова системных колов, это блокирующий, не блокирующий, а также cgo-code, вызовы функций, создание грутины, операции синхронизации и особая функция runtime go scat. Хочу заметить, что речь идет о том, что у вас есть вероятность, возможность того, что другая грутина начнет выполняться, но нету никакой гарантии, поскольку у вас может других грутины не быть, они могут быть заблокированы, в этом случае ваша текущая грутина продолжит свое выполнение. еще один способ, как вы можете повлиять на конкуренции, это установить значение переменной go maxprox. По сути, оно ограничивает максимальное количество пи трэдов нашей программы, которые будут доступны для скетлинга. его можно устанавливать как для обычных ранов, так и для тестов, можно тоже ограничить для того, чтобы у вас была консистентность с обычным выполнением. Как много гуртин вам нужно? В момент, когда я готовился к этому докладу, я читал статью Билла Кеннеди, где он рассказывал о том, как в процессе работы на C++ C-Sharp на NT он вывел для себя золотое идеальное число трэдов, которые решали его конкретную проблему лучше всего. Это было три. В любой ситуации, когда ему приходила похожая задача, он просто создавал три потока и это, вероятнее всего, был наиболее эффективный способ расходовать ресурсы его процессора. Однако, я думаю, вы догадываетесь, что Go будет немножечко иначе. Откуда вообще возникает вопрос, сколько гуртин нужно? Все дело в том, что если мы создадим слишком мало гуртин, то у нас не все потоки, скорее всего, будут загружены максимальное количество времени. Если же мы создадим слишком много гуртин, то несмотря на то, что контекст переключения в Go легче, чем контекст переключения в операционной системы, но это тоже нагрузка. И в какой-то момент мы будем тратить слишком много ресурсов на то, чтобы переключать контексты. Соответственно, нам нужно найти какое-то взвешенное число, которое будет давать наилучший эффект. По сути, это число будет зависеть от того, как в вашей конкретной программе какая проблема решается и каким образом. Например, больше ли у вас времени происходит в асинхронных вызовах, или же вы больше производите какие-то ресурсовемки и вычисления. Сколько у вас блокирующих операций, сколько у вас непосредственно тридов есть в доступе. А также это зависит от немного неочевидного, но тем не менее довольно важного аспекта, как сколько мусора создает ваша программа. Ведь гербич коллектор это тоже грутины, которые в пиковые моменты могут нагружать до 25% от ваших ресурсов, что значительно и может повлиять на то, сколько вы можете выполнить своих грутин эффективно. К сожалению, мы приходим к выводу, что количество грутин, дающих наилучшую производительность является чисто эмпирическим значением и выводится для вашей конкретной задачи в конкретный момент времени с конкретными условиями. Я могу лишь попробовать предложить вам следующий путь конкуренции, который, на мой взгляд, следует соблюдать, если вы хотите получить действительно эффективное использование ресурсов. Итак, для начала вы пишете работающую синхронную программу, которая будет просто решать вашу задачу правильно. Далее вы пишете бенчмарки для того, чтобы вы могли измерять и оценивать, в какую сторону вы двигаетесь, действительно ли вы оптимизируете свои решения. Следующим шагом вы оптимизируете свое решение синхронное все еще. После этого вы анализируете проблему и пытаетесь понять, действительно ли, если вы добавите конкуренции, вы сделаете лучше, или же все-таки вы добавите комплексити, которые можно было бы избежать, поскольку вы не решаете никакой проблемы этим. Следующим шагом, если вы решили, что все-таки вам нужно конкуренции, вы действительно добавляете асинхронность, синхронизацию, после этого вы замеряете результаты, и только после этого вы можете оптимизировать вашу конкуренции, версию, потому что именно так вы сможете подобрать наиболее подходящее решение для вашей конкретной задачи. И еще, для того, чтобы вам было проще оптимизировать, лично я пришел к выводу, что если вы действительно озадачились подбором правильного количества гурутин, вам следует использовать такие паттерны, как, например, Worker. Это позволит вам гибко выбирать количество одновременно запущенных гурутин, обрабатывающих ваши задачи, и, соответственно, если, например, нагрузка на ваш, ну, назовем, рассмотрим пример с сервером, вам начинает поступать большее количество запросов, соответственно, нагрузка сильно растет, и вы можете уменьшить количество гурутин, которые одновременно обрабатывают данные, соответственно, адаптироваться к изменяющейся среде. На этом все, что я хотел сегодня вам рассказать. Есть вот полезные линочки, и прошу вопросы, пожалуйста. Ребята, не стесняемся. Я уверен, что это тема, которая наверняка вы сталкивались с подобными ситуациями. Возможно, кто-то сталкивался со своим интересным кейсом, хотел бы его вкратце рассказать. Есть вопрос. отлично, давайте тогда по одному. Первое, я хотел бы немного добавить по поводу, где ты схемку скидулера показывал, по поводу P, чтобы всем было понятно, это абстракция на уровне самого языка, это не какой-то физический процессор, это абстракция, которая создается и управляет скидулером. И второй момент, ты вникал, и есть ли какие-то детали более глубоко по поводу глобальной очереди и попадания туда задач никаких? Отличный вопрос и замечание, правильно, насчет глобальной очереди. Отличный вопрос, потому что в момент, когда я готовил этот доклад, я сошелся на то, что информации очень мало об этом. Я обнаружил, что при создании Гарутины вроде как попадают в глобальную очередь, другие же условия я все еще ищу. Вот. Но если бы ты пришел к нам на митап, я бы тебе обязательно выдал подарок за этот вопрос. Потому что я о нем знаю. Ты можешь отправить мне его новую почту. К сожалению, он уже ушел за другое дополнение. Вот. Но вообще валидный кейс, да, согласен. Единственное, что эту информацию вряд ли можно будет использовать с практической точки зрения, но с теоретической действительно на него стоит еще ответить. Он остался еще, к сожалению, открытым. Кстати, по поводу скидулера, тоже кому интересно, достаточно свежая статья есть у Кеннеди. Вот как раз ссылочка на них. Да, отличный цикл. Отличный цикл статей. Три статейки. Там и про скедулинг на уровне операционной системы, и про Go-скедулинг, и про конкуренции есть. Да, круто. Да, вроде был еще вопрос. Да, в общем, такой вопрос не сильно сложный. Получается, ты очень быстро рассказал на том моменте, когда ты обсуждал кэш-процессора. Вот. И то есть, какие рекомендации по поводу того, чтобы его сильно не эксплуатировать, не заставлять его перезагружаться постоянно. То есть, нам нужно создать одну рутину, которая все собирает, да, и остальные, ну, как бы, и пользуются при этом каналами. Вопрос хороший. Смотри, он больше возвращает нас к философскому вопросу, что такое конкуренция. Потому что я рассказал, из чего она состоит. На самом деле, конкуренция, это также и об архитектуре. Если говорить о том, что закладывалось изначально в язык Go с идеей канала и рутинок, это подход то есть, что у нас есть независимые друг от друга задачи, которые между собой лишь общаются определенными сообщениями. Если они шарят память, они уже не совсем независимы друг от друга. Соответственно, если писать изначально, ну, если делать именно конкуренции решения из этих соображений, то у нас будет получаться нечто подобное. То есть, у нас есть независимые грутинки, которым, по сути, ничего не нужно извне, они просто выполняют какую-то свою независимую задачку. И они просто отчитываются о результате своих вычислений. Таким образом, если, например, есть какие-то нагруженные, если не просто там и умножить на и, а тут может работать с базой грутинка или еще что-нибудь выполнять, что-то нагрузочное. Соответственно, мы это распараллеливаем таким образом, создавая там несколько воркеров. То есть, не n, например, грутин, а, предположим, 5. Соответственно, 5 отдельных потоков у нас занимаются тем, что производит расчеты. Но поскольку запись внутрь слайса сравнительно дешевая в этом контексте операция, то ее не обязательно параллелить. И мы можем вот таким образом решить эту задачу. Опять-таки, здесь может быть буферизированный канал, к примеру, чтобы у нас мы избежали синхронизации лишней. И в этом случае мы получаем, да, больший профит. При этом мы не шарим память, но надо учитывать, что, к этому подходу нужно прийти. И из своего личного опыта я сталкивался, что не всегда он кажется сразу юзерфрендли. То есть, люди, которые еще не привыкли именно к такому подходу, для них немножечко сложен переход. Хотя, это вопрос, наверное, опыта. То есть, если с Go работаешь, наверное, это неизбежно. Придется рано или поздно к этому подходу приходить. Хотя, опять-таки, вопрос, цены усложнения кода. Это должно быть целесообразно. Понятное дело, что если мы решаем слишком простую задачу, зачастую нам не нужно заниматься вопросом оптимизации через большую синхронизацию сложную. Иногда действительно можно пошарить через Mutex. Просто это всегда должно быть чем-то обоснованно. Вот. Лично я... Можно добавить здесь? Да, конечно. Есть, кстати, крутая очень картинка, я потом, если я думаю, мы ее расшарить в книжке Concurrency and Go. Там они расписывают, в каких кейсах нужно издать каналы, а в каких кейсах нужно издать Mutex в зависимости от типа задачи, которую ты выполняешь. Очень интересно. Здесь, ну, здесь на самом деле тоже очень важный момент. Почему? Потому что очень часто особенно ребята, которые приходят с других языков и начинают работать только с каналами, кажется, что каналы решают все их проблемы и начинают их использовать везде, где нужно и где не нужно. Здесь тоже нужно понимать тематику задачи, которая решается для того, чтобы выбрать правильный инструмент, максимально подходящий для решения этой задачи. Ну и желательно еще сам инструмент знать, потому что я читал очень интересную статью, где ребята анализировали количество багов в конкуренции в наиболее популярных проектах, которые уже долгое время разрабатываются. И они вывели очень интересную статистику, что по их мнению баги связаны с подходом Message Communication. встречаются чаще. И уже причины это другая тема, довольно долгая, и тут много будет предположений. Но, на мой взгляд, это во многом еще связано с тем, что все-таки этот подход еще все еще многим непривычен. Соответственно, если кто-то не знает, например, про то, как работают нил-каналы, это тоже может привести к проблемам. Если кто-то надеется, что при копировании структуры, внутри которой есть поинтер, у нас не будет шейт-мамри, это тоже будет проблемой, потому что у нас скопируется там поинтер, то есть тут много еще дополнительных условий появляется, о которых тоже надо допомнить. Ну и я сейчас в принципе так подумал, что может быть, если задача сама по себе легенькая, то имеется в виду выполнение одной рутины, ее задачи будет маленьким, то, наверное, время на синхронизацию и передачу данных по каналу может быть даже больше, чем какие-то оверхеды по изменению кеша в процессе и тому подобное. Такое тоже возможно, поэтому, как я говорил в конце, одним из пунктов нужно обязательно проанализировать, подходит ли ваша задача под конкуренцией и потом обязательно замерять результаты, потому что тоже интересная статья была, где парень оптимизировал свою программу с помощью конкуренции, а потом вышла статья «Ответ», где парень просто убрав конкуренции из той программы ускорил ее почти в два раза. Вот, и мораль такова, что человек просто усложнил себе жизнь на пустом месте, хотя на самом деле надо было изначально оптимизировать обычную программу, потом проанализировать вообще, что я тут параллелю, и только после этого действительно будет понятно, стоит ли играть свеч, действительно ли появится какой-то профит. Так что да, тут надо просто смотреть конкретно каждую задачу и анализировать ее в отдельности. Я, кстати, в чат отправил картинку, о которой я говорил в зиме. Спасибо. Может быть, еще есть вопросы? Ну, в таком случае я благодарю вас за внимание и... Ну, наверное, я передаю слово Жене. Например, я вдруг расскажу тебе, с метеорitation. Продолжение следует...